В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации настоящий праздник. Благотворительная акция «Наши дети» не обошла стороной особенных малышей. В гости вместе со сказочными персонажами заглянуло руководство предприятий города. Фондок и водоканал привезли сладости, а завод тракторных деталей и агрегатов – сертификат на приобретение мебели. Считаю, что нужно расширять круг участников, дабы дети себя не чувствовали какими-то обделёнными. Все-таки Новый год – это праздник, который дети с удовольствием, да и взрослые ждут, загадывают какие-то желания, мечты. Плюс известная кофейня-кондитерская передала сертификат на 250 рублей. Конечно, не остался в стороне и Бобруйский горосполком. Учреждение пополнилось новой бытовой техникой и нужным для обучения проекционным экраном. Не все смогли присутствовать на празднике, но подарки получит абсолютно каждый ребёнок. В целом, в рамках акции «Наши дети» в нашем городе проводятся утренники, спектакли. Учащиеся города примут участие в республиканском боготворительном празднике с участием президента, с участием руководства нашей области и города. Сергей Мороз посещает коррекционный центр вот уже 7 лет. Свои 14 мальчик с аутизмом отличаются от обычных детей. Однако ежедневные и на первый взгляд монотонные занятия всё же дают свой результат. «Стал поспокойнее, хотя бы мы начали друг друга понимать больше, как-то общаться на таком уровне, чтобы ему доступно это было. И бытовые навыки у него появились. Проще стало, конечно». Сейчас в коррекционно-развивающем центре по эффективной методике обучается 34 человека. Три дошкольные группы и два спецкласса посещают ребята с так называемыми тяжёлыми множественными нарушениями развития. Возраст от трёх до восемнадцати. «Пусть они не научатся читать, писать, но наши дети учатся жить, интегрироваться, социализироваться в этой жизни и эмоционально развиваются». Во время занятий с особенными чадами специалисты используют жесты, картинки и невербальную коммуникацию. Ежегодно с помощью неравнодушных тут появляется новая и такая нужная техника. Коррекционный центр идёт в ногу со временем. Здесь расположился вот такой интерактивный стол. Его основа – развивающие игры. В учреждении любое, даже самое малое изменение в детях – уже большая победа. Это может быть карандаш в руке, произнесённые звуки или даже улыбка.